Привет-привет! Меня зовут Бо Хян, и вы смотрите мой канал Боня Слайд. Сегодня у меня особенная гость... Особенный гость? Особенный гость. Сегодня у меня особенная гость Полина. Привет всем! У меня есть свой канал, она очень много рассказывает о Корее, потому что Полина жила в Корее, и мы вместе собрались, чтобы снять для вас видео. Что мне было интересно от нее услышать и узнать, это тоже связано с корейской косметикой. Те вопросы, которые мне часто задавали, я хотела прямо спросить, потому что все-таки я из Кореи, она из России и может сказать свое мнение по этому поводу. Поправляю, не демочек. Да, могу. Давайте начнем. Первое, что мне часто... То, что я хотела узнать, это вот, например, до того, как ты узнала Корею, и потом, когда ты в Корее познакомилась с корейской косметикой, корейским уходом, что-то было это как для тебя открытием, или до этого ты знала об этом? Я знала, что корейская косметика крутая, то есть я читала в интернете, что знаете, что корейская косметика — это круто, но я не знала, что это настолько круто. То есть до того, как я это увидела воочию, я думала, ну корейская косметика, Ну, как вот то, что у нас вот в магазинах в масс-паркете продается, там какие-то на полочках чуть-чуть что-то лежит, и все, там какие-то блески и так далее, крема. И тут я приехала в Корею, район Иде, где я жила, и там просто вот я выхожу на улицу, куча магазинов косметики, я даже не знала, куда мне в первую очередь зайти. И когда я зашла, я в шоке того, насколько это большой выбор, как мало всего продается здесь, насколько сложно выбрать что-то достаточно стоящее, потому что, ну, действительно очень много косметики, и я раньше почему-то думала, что вся-вся-вся косметика делает твою кожу светлее, я боялась покупать тональные крема и все остальные крема, но я ошибалась, потому что действительно, я не знаю, чтобы я делала сейчас безуходовые корейские косметики, это самое лучшее, что вообще случилось за всю мою жизнь, поэтому корейская косметика меня не разочаровала, а наоборот приятно удивила. Это здорово, кстати, я вам не сказала, что Полина очень любит корейскую косметику, поэтому мы, в принципе, и познакомились, и она мне очень много подсказывает, и будет подсказывать, потому что мне очень важно мнение именно пользователей. Второе, я хотела спросить, как у тебя поменялся уход после того, как ты побывала в Корее? На самом деле, раньше, когда я читала про эту ужасную десятиступенчатую систему, я думала, господи, зачем вам так много-то? Моё убедение здесь. Взял крем, взял там, не знаю, тоник там, ну смыл косметику, всё, норм, достаточно, но нет, на самом деле, раньше я всегда пользовалась кремом обычным, и то не всегда, что было моей ошибкой. Иногда я на ночь даже не снимала макияж, что делать нельзя, потому что я прекрасно знаю, насколько, как много вы внимания и очищения уделяете. Да. И тут случилось невероятное, я накупила, помню, в своё время очень много косметики, в основном это было не сфрить, вот хаос, самые популярные марки, которые были на тот момент для меня. И да, я стала ухаживать своей кожей, не знаю, в десять раз чаще. Десятиступенчатая система, это не так сложно, и это божественно, просто ваша кожа после этого, мне кажется, будет настолько сильно кайфовать и благодарить вас каждый день за то, что вы так круто за ней ухаживаете. У меня недавно тоже появилось видео по поводу утреннего ухода, вечернего ухода, да, нужно уделять внимание. Про корейский уход, кстати. Да-да-да, вот, нужно уделять внимание своей коже и утром, и вечером, и нужно за ней очень хорошо ухаживать, это правда. Вот, поэтому я стала ухаживать своей кожей чаще, больше, и маски тканевые, которых я до этого раньше не знала, я стала их огромным количеством покупать, у неё на сайте самые крутые маски. Это правда, это серьёзно. Мне кажется, я жду, когда закончится этот день, когда я приду домой и использую свою субботнюю масочку. А Арина тоже делает 7 дней, да, 7 масок в неделю. Я вот первый раз попробовала, когда понедельник, ну я думала, маска и маска, ну как бы ничего особенного, вот ничего подобного. Они каждый, во-первых, сделаны из разного материала, и зависит от того, какой день ты, как бы, ну понятно, в среду одна маска, там, в понедельник начинается неделя, другая, в пятницу после тяжёлой рабочей недели, там, одна маска. Вот, и я понимаю, что я жду каждый день, когда я приду, лягу в кроватку с масочкой. Да, на самом деле я, Полина, об этом не просила говорить, но на самом деле нам об этом пишет каждый человек, кто пробует. На самом деле нам тоже очень приятно. И дальше вы, наверное, видели моё видео, где я сама просто пробовала впервые эти маски, и я тоже была вот такого же мнения, что я открывала там что-то новое, то есть это как будто бы сюрприз каждый день. Да-да-да, потому что я даже писала вот такое недавно в WhatsApp, то что бывают такие маски, которые ты вот, она вроде хорошая, даже от Теннис Фри, есть очень хорошие маски, но почему-то какое-то странное чувство некомфорта на лице. Не то чтобы, нет, ничего плохого в твоей коже не происходит, но почему-то тяжесть жжёт, да, а тут ты, как будто всё впитывается, не знаю, твоя кожа срастает с этой маской, и все полезные свойства, вот она расслабляется, поэтому, да. Это была такая незапланированная рецензия. А мне ещё хочется узнать о том, существует такой миф, и эту тему мы хотели с Полиной уже давно разобрать, и, наверное, будем дальше тоже разбирать, о том, что европейской коже корейская косметика может не подходить, потому что корейская косметика разработана для азиатских типов, азиатского типа кожи. Как ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это неправда, потому что, ну не знаю, понятное дело, что у вас кожа, она более плотная, и из-за этого вы и старите чуть медленнее, да, и вы можете в 50 выглядеть на 20 и так далее. Но я считаю, что корейская косметика, наоборот, подходит всем, потому что ваша косметика, в первую очередь, направлена на увлажнение. Существует очень много различных линеек, вы не думайте, что всё это одинаково, вы зайдёте в любой магазин, вы увидите просто кучу линеек для совершенно разных типов кожи, да, то есть и для того, чтобы ваша кожа стала светлей, для увлажнения, и для того, чтобы ваша кожа стала более матовой, и, не знаю, там, во время зимы, во время лета тоже совершенно разные крема и сыворотки, и маски. Поэтому я считаю, что корейская косметика для всех, вот правда для всех. У меня коллега по работе, она вместе со мной сидит, я ей несколько масочек принесла, что-то там показала, когда заказывала, и она аллергик, жуткий просто. Вот, она, у неё аллергия на всё, мне кажется, в этом мире, очень сложно ей что-то подобрать, и с едой тоже проблемы. И я когда дала всё, она говорит, что я не знаю больше и лучше косметики, чем корейская косметика, у меня просто кожа балдеет, то есть даже аллергики признают это, то есть никаких проблем нет, и она говорит, пожалуйста, закажи мне ещё, наверное, на Новый год, скоро на Новый год. Точно. Поэтому у вас скоро появится новый клиент. Я тоже, кстати, подумала, что, я сначала думала, да, это может быть так серьёзно, нужно всё проанализировать, но, во-первых, я думаю, что косметики нужно отнестись немножко, ну, как бы, проще, то есть не думать, что это какое-то лекарство, то есть это домашний уход, это увлажнение, это просто очищение кожи, то, что как мы моем руки, например, мыло же не будет подходить нам и не подходить вам, например, ну, то же самое, крема для рук тоже самое, поэтому я думаю, что по этому поводу вы можете не так сильно волноваться. Вообще не волнуйтесь, это же не осветление волос, вы же не краситесь блондинку, думаете, пойдёт вам или нет, это просто уход за кожей, хороший уход. Корейцы во многом первые, даже, допустим, в декоративной косметике BB-крем это корейцы придумали, и вот этот уход, да, к сожалению, здесь у нас в России корейская косметика на вот таких вот масс-маркетах, магазинах очень дорого продаётся, мы тоже на эту тему уже поплакали. Да, очень жалко. Крем за 4 тысячи, который в Корее стоит копейки. Да, сегодня я это увидела. Поэтому, да, корейская косметика должна быть доступной, я думаю, что мы все будем к этому стремиться, и корейская косметика очень хорошая. И самое главное, возрастная корейская косметика. Я, к сожалению, на себе не могу попробовать, но моей маме очень нравится, я бы не с фри заказала марку одну, вот. Ещё хочу у Бо заказать, у неё тоже есть марка, более возрастная. Да, 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 у меня тоже многие подружки, которые приезжают ко мне или по работе всегда выбирают мам, своей маме косметику, и очень многие уже поменяли. Это интересно, что скорее наоборот, мама меня учила к уходу, она мне рассказывала, что делать, что не делать, ты что-то мыло моешь, ты там, что, почему не мажешь, тебе уже 25 нужен крем для глаз. У меня, то есть мама была как путеводитель, она всегда ходила в масках, делала, Бо, давай тебе тоже сделаем, а я там говорила, нет, мама, я хочу просто уснуть. А здесь в России всё иначе, все мои подружки, кто познакомился с корейской косметикой, которые покупали, например, у меня или я им переносила, они учат, наоборот, своих мам, как правильно ухаживать. Потому что, ну, я спрашивала, почему это так, наверное, случилось, потому что раньше, ну, не было косметики, раньше, как бы, когда поколение наших мам, это всё-таки был Советский Союз в России, и они не привыкли к этому, у них не было такой культуры ухода за кожей. Да. Поэтому такое интересное отличие я тоже увидела. Поэтому я маме тоже патчи купила, всё купила, вот это вот сюда, а куда вот это мазать, а как вот это мазать, а вот это масло когда мазать, а вот это вот что, она постоянно ко мне подбегает, спрашивает. И так приятно, что моя мама ко мне прислушивается, и всё это из-за корейской косметики. То есть моя мама, даже мой папа пользуется корейской пеной или бритья и так далее. В общем, меня вся семья кайфует, корейская косметика. Ты это, как модель корейской культуры можно её сделать. Ну, в принципе, это, наверное, такие самые вопросы, которые я хотела спросить у тебя, просто я не могу спросить у зрителей, поэтому Полина, как русская девушка, сегодня ответила на мои вопросы, которые были интересны мне и также были интересны вам. Я думаю, что, наверное, вам тоже было интересно услышать её мнение, потому что она всё-таки знает, она жила в России и была в Корее, и всё это попробовала. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно. Да, я тоже надеюсь. Тебе спасибо, что позвала. Если хотите больше узнать о корейском уходе, вообще о Корее, заходите тоже по Ленину канал, потому что у неё очень много, и у неё намного больше видеть, чем у меня. У меня в основном даже не об уходе видео, но всё равно, да, заходите. Но если хотите купить хорошую косметику, заходите мне на сайт. До скорой встречи! Пока! Сердечко! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова